Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, в этом цикле публикаций я хочу рассмотреть экономику секретного способа производства. Политаризма или азиатского способа производства, АСП. Секретного потому, что его изучение было запрещено в учебных заведениях АССР. И понятно почему. Политаризм, согласно классику марксизма-ленинизма, хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. Если же его изучали бы в Советском Союзе, то даже школьникам стало бы ясно, что у нас и близко нет никакого социализма. А у нас классический политаризм. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. Вместе с тем тут есть вопросы. Сила в нашем мире часто обратная сторона слабости. И наоборот. И в экономике политаризма это проявилось в полной мере. Его экономика в 20 веке не раз оказывалась не просто эффективнее, а намного эффективнее экономик самых развитых стран. И именно эти вопросы я и хочу рассмотреть и наглядно показать, какой великий экономический шанс упустил наш нынешний президент Владимир Путин. В прошлой публикации мы рассмотрели вопрос, насколько ресурсы третьего рейка европейских стран фашистского блока превосходили ресурсы СССР количественно. О чем многие забывают. Почему-то принято считать, что окрас СССР превосходил фашистскую Германию по ресурсам количественно. Но Германия, дескать, превосходила СССР качественно. Но это полная ахинея. Даже в количественном плане рейх кругом в разы превосходил Советский Союз. Напоминаю цифры. Население СССР на 1941 год составляло 197 миллионов человек. Население рейха минимум 283 миллиона человек. А по некоторым оцеткам 480 миллионов человек. Здесь есть вопрос, население каких стран, включать население рейха. СССР выправлял основного стратегического сырья стали 18,3 миллиона тонн. Рейх 49,5 миллионов тонн. СССР производил 48,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Рейх 110 миллиардов киловатт-часов. И так во всем. Только количественное превосходство рейха над Советским Союзом кругом было в 2-3 раза. Это не говоря о качественном. Понятно, что экономики стран Европы, самые развитые экономики на нашей планете, кругом превосходили экономику Советского Союза. Причем превосходили что по технологиям, что по культуре производства. Что вообще по всему. Почему только можно и почему нельзя. При таком раскладе пресловутый Блицкрих Гитлера имел абсолютно все шансы на успех. Советский Союз не просто не мог выиграть эту войну. А у него не было даже одного шанса на то, чтобы просто оказать эффективное вооруженное сопротивление. И он был обречен на сокрушительное поражение в считанные недели. Но дело в том, что даже и это еще далеко не все. Сюда нужно добавить, что Советский Союз понес просто чудовищные экономические потери в 1941-1942 годах. Вот цифры. В 1941 году Советский Союз потерял 30% своих посевных площадей. В 1942 году эта цифра составила 40%. Из строя было выведено 31 850 промышленных предприятий, на которых выплавлялось 60% советской стали. Напоминаю главного стратегического Союза. То есть выплавка стали уменьшилась более чем в два раза. А мы и так отставали по этому показателю от Рейха более чем в два с половиной раза. И это только стали. К ноябрю 1941 года под оккупацией оказалась территория Советского Союза, на котором проживало 40% населения нашей страны. И на этой территории производилось 63% всей добычи угля, 58% всей выплавки стали, 68% выплавки чугуна, 60% производства всего алюминия. Длина железнодорожного палатна на оккупированной территории составляла 41% от всей площади железных дорог Советского Союза. Эти чудовищные цифры экономических потерь можно продолжать и продолжать. Воловая продукция в первые месяцы войны уменьшилась в 2,1 раза. В декабрю 1941 года прокат черных металлов уменьшился в 3,1 раза. А он был основой советской военной промышленности. Производство проката цветных металлов было практически полностью уничтожено. Оно уменьшилось ни много ни мало в 430 раз. Производство шарикоподшипников, без которых невозможно выпускать танки и самолеты, уменьшилось в 21 раз. Как я уже сказал в начале Великой Отечественной войны, рейх по ресурсам только количественно превосходил Советский Союз в 2-3 раза. Во сколько он начал превосходить Советский Союз по ресурсам количественно в результате данных чудовищных потерь в начале войны, даже сложно сказать. Исследований научных таких, к сожалению, почему-то по сей день нет. Но уместно предположение, что мы после всего этого стали отставать от рейха по ресурсам количественно как минимум раз в 10. Вот такая вот совершенно фантасмагорическая картина, при которой говорить о победе Советского Союза над рейхом, это приблизительно то же самое, что говорить о победе щенка над матерым медведем. И здесь ни разу не стоит преувеличивать значение поставок Полян-Лизу. Они, мягко говоря, были более чем скромными. И даже в нормальных обстоятельствах не то что не могли переломить ситуацию, а они не могли даже просто существенно повредить на них. Ну а здесь, как я уже сказал, обстоятельства были именно фантасмагорическими. И опять повторюсь, тем не менее мы все знаем, кто выиграл Вторую мировую войну. Но при этом и здесь парадоксальная ситуация. Никто, кроме специалистов, не знает, почему мы выиграли Вторую мировую войну. Или вернее, почему мы выиграли войну, выиграть которую у нас не было даже одного шанса из тысячи. И не знаем мы этого, потому что научное объяснение данного, безусловно, потрясающего экономического феномена, было засекречено в Советском Союзе. И советская пропаганда объясняла это только преимуществами советского социалистического строя и трудовым героизмом советских людей в тылу. Совершенно замалчивая судья. И здесь я впервые, пожелаю, объясню, почему она ее замалчивала. Данное объяснение наглядно показывало, как я уже сказал, что наша сила – это не более чем обратная сторона нашей слабости. Ни о каких преимуществах советского социалистического строя здесь нельзя говорить, извиняюсь, даже в большого перепою. Советский Союз смог выиграть Вторую мировую войну только по одной единственной причине. Потому что его экономика носила экстенсивный, а не интенсивный характер. Повторю это свое заклинание в очередной раз. Именно это позволило в чрезвычайных обстоятельствах и на очень короткий период по эффективности в разы превзойти самые развитые экономики мира. Но именно это и стало, так сказать, экономической миной замедленного действия, заложенной под Советский Союз. Именно это в конечном итоге привело Советский Союз к гибели. За все в этом мире нужно платить. И мы, как ни странно это звучит, заплатили за победу над Рейхом тем, что в 1991 году погиб Советский Союз. И опять повторюсь, Советский Союз развалил не Горбачев, как любит даже не говорить, а кричать номенклатур. А его развалил Сталин. И только Сталин. И развалил он его тем, что запустил в нашей стране маховик экстенсивного развития экономики. Скажу больше. Эта экономическая бомба еще может привести к гибели России. Как это не дико звучит, но она, представьте себе, не обезврежена по сей день. И я уже не раз убеждался, что ни власти, ни наши так называемые ведущие экономисты, которые, конечно, и близко, никакие не экономисты, а невежественные номенклатурные чиновники от экономики, совершенно не понимают сути происходящих в Российской Федерации экономических процессов. Их псевдо-социалистических политарных стран смог понять только один Дэн Сио Пин. Но об этом ясно мы поговорим в свое время. Реформы Дэн Сио Пина интересны прежде всего тем, что он поднял, можно сказать так, даже не китайскую промышленность, а он поднял советскую промышленность, построенную Сталином на китайской земле. Или, если говорить научным языком, он сумел сделать современными и эффективными советские технологические линии. В следующих публикациях я, наконец, начну рассказ о том, каким образом Советский Союз смог выиграть Вторую мировую войну. Вернее, выиграть войну, которую в нее не было, выиграть даже одного шанса из тысячи. И уверяю, в этом рассказе будет много неожиданного и много ошарашивающего. Уже говорил, потенциал политарной экономики – это очень интересный потенциал. И самое главное – это потенциал совершенно неизученный научно. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно увидите в подсказке и на конечных заставках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!